Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня у нас восьмой урок на тему иудаизм и христианство, развитие взаимоотношений. Хочу напомнить, что все эти уроки нацелены на то, чтобы человек любой религиозной конфессии мог углубиться в Божественное Откровение, в Синайское Откровение. Есть очень много спорных вопросов, различные религиозные системы, разное понимание. Но все идет к тому, что человечество должно объединиться вокруг Единого Всевышнего. Только таким образом возможен мир среди людей. Поэтому эти уроки нацелены на то, чтобы человек мог сам проверить, сам почитать, сам поразмышлять. И, естественно, применить в своей жизни эти истины. И тогда, конечно, человеку жить станет легче намного. И в прошлый раз мы говорили с вами на тему закон и благодать. Вспоминаете, это у нас была седьмая тема, закон и благодать. И мы с вами говорили, что люди немножко упустили всевозможные есть выражения по этому поводу. И что закон – это уже не обязательно, что это было раньше. И мы с вами говорили, что закон как был, так и есть. Слово «нет закона» – это беззаконие. А беззаконие – это то, что противоречит сущности Бога. Потому что одно из выражений, как он свое имя раскрыл нам – это справедливый судья. Это одно из его качеств. Поэтому, когда люди говорят, что нет закона – это большая проблема. Поэтому это надо четко и ясно понимать. Есть законы для всех народов. Они выражены в Торе. Подтверждены на горе Синай. Прописаны. Который должно выполнять все человечество. И эти законы были сформулированы после Вселенского потопа. И Всевышний там заключил завет со всеми народами, со всеми людьми. И поставил символом радугу, которая семь цветов символизирует как печать. То есть люди должны вспоминать, что Всевышний дал им семь законов. А Всевышний, как бы вспоминая тоже, глядя на радугу, что он с человечеством в вечных договорных условиях. Что если люди не нарушают его законы, мы об этом с вами проговорили. Хочу ответить на вопрос. Часто люди задают вопрос. Очень популярный сегодня вопрос. Я хочу, чтобы те, кто слушает наши уроки, было четкое понимание. Потому что вы можете наткнуться сегодня в Фейсбуке или где-то на очень негативные такие отклики, что в Талмуде написано такое-то, евреи против народов. Это все бред. Это все бред, это все неправда. Нигде такого не написано. Люди вырывают из контекста. И когда человек хочет очернить кого-то, он находит какие-то кляузы специально, чтобы оттолкнуть от этого людей и так далее. Берут какое-то выражение, что если не еврей учит Тору, то он достоин смертной казни. В общем, бред, бред и бред. Это все вырвано из контекста. Как на самом деле, правильно, то, что говорят наши мудрецы, надо понять, что такое Тора. И мы с вами говорили, что Тора дана была. Какие-то вещи даны были сугубо еврейскому народу, как народу священников. Но это всего лишь один единственный народ на земле. И там есть дополнительные заповеди и законы, которые другим народам, ну, они просто не нужны. И вот этого изучать другим народам не надо. Но там есть то, что полезно всему человечеству. И к ним относятся. Это определенные законы, запреты. Это черта, которую пересекать нельзя. Потому что будет серьезное наказание от Бога. Это семь вот этих законов. И неограниченное количество мудрости, которую человек имеет право по своему желанию, изучая, пользоваться. Поэтому человек должен быть избирательным в изучении Торы. И он должен понимать, когда человек понимает эти две линии, вот это сказано евреям. Это сказано во времена храма. Это сказано жертвоприношение в те годы. Это сегодня можно использовать. И так далее, и так далее, и так далее. Но когда человек изучает мудрость Всевышнего, он изучает про еврейский народ. Вот мы с вами изучали про египетские казни. И человек из этого извлекает какую-то мудрость. Открываются ему какие-то тайны. И он может приобщиться к этим тайнам. Есть простейший пример. Вот сегодня есть много медицинских каких-то изобретений. Есть какие-то изобретения, связанные с питанием. Это же не является частью божественного закона или частью религии. Нет. Но люди изучают эту мудрость. Это полезные вещи, которые сегодня тот же Всевышний открывает людям через медицину. Научным людям. Есть люди физкультурой занимаются, например, для пользы себе. Каждый находит себе. Ну, тому одно нравится. Тот плавание. Тот любит железо покачаться. Тот побегать любит. Каждый себе что-то находит. Так же? Вот точно так же в Торе. Когда человек изучает, есть конкретные законы. А есть мудрость, какие-то тонкие, деликатные отношения. Это же, ты же не можешь, ты можешь приписать, запретить убить человека ради корости. Но ты не можешь просто приказать человеку быть деликатным, быть вежливым. Так же? Поэтому этому всему надо потихоньку учиться. Поэтому, когда человек изучает Тору, как Всевышний раскрывает нам свои силы, как он показывает нам свои проявления. И мы через это познаем его желание, познаем его сущность. И мы можем как бы туда немножко подстроиться под это. Мы сегодня поговорим с вами на интересную тему. И это то, что не является законом для людей. Хочу сразу сказать, здесь нет ничего обязательного к выполнению. Мы сейчас поймем, почему это важно понять. Потому что религии все поперепутали. Где законы, где что, где про кого и где кому. Поэтому надо навести, вначале навести порядок в своей голове. И мы поговорим сегодня о таком понимании, как время. Как время. Вот интересный момент, как раз совпала наша глава сегодня, Ваера, которую мы учим на этой неделе. О том, что мы говорили в первом уроке. Когда Всевышний открывается Маше и говорит, я сейчас покажу свое новое проявление. Что я про отца открывался с именем Элаким. Как все могу внутри созданного мной мира. А сейчас я покажу, как я могу вообще отменить законы природы. Вот это четырехбуквенное имя. И как переводят это четырехбуквенное имя, что я вчера, если по буквам взять, вот интерпретацию. Я вчера, сегодня и вовеки одновременно. И вот это вот человеческий мозг очень трудно может понять. Очень трудно может понять. Как Всевышний мог, может находиться вне времени, одновременно внутри него. И он вообще все это время, он сам его создал. Время это создание. Мы не можем его пощупать. Но это какая-то, ну, можно применить слово, какая-то энергия. Которая течет. И ты можешь каждые пять лет в зеркало глядя, видя, как она течет. Она прикасается прямо к тебе. Время. И поэтому мы можем понять, как он говорит, я услышал вопль Израиля. И иду отреагировать на этот вопль. Вы когда-нибудь задумывались, как вот человек согрешил. Есть причинно-следственная связь. Ты вчера что-то сделал. Ты завтра получаешь за это наказание. Но есть здесь маленькое чудо. Оно чудо для нас, но оно открыто нам, как мистикой вот этой вот, которая описана в Торе. Что когда человек раскаивается, просит прощения у Всевышнего. Ну, ты же вчера это сделал. Это же все запечатлено на небесах. И уже на земле запущен механизм. И вдруг человек просит прощения у Бога. И образно говоря, вот чтобы ребенок понял, Всевышний берет, перемещается в твое вчера. Ведь он же вчера, сегодня и вовеки. И он подчищает там за тобой. Подчищает за тобой. Это чудо. Это может сделать только Всевышний. Поэтому такое понимание, как время, это особенное явление. Сегодня люди об этом не задумываются. Но мы с вами сегодня немножко глубже об этом поговорим. Как нам относиться ко временем. Какие-то точки есть, отчеты. Что нам открыто по этому поводу. И, кстати говоря, мы с вами говорили, что вот когда формировалась, например, первая новая религия христианская. То в 325 году, кроме того, что помните, мы говорили, там было три постановления. Первое, что Иисус Бог, равный Отцу. И второе, это не праздновать праздник Песах вместе с евреями. И вместо шабата, вместо субботы, день поклонения Богу, назначить воскресенье. То есть, смотрите, какие были перемены. Вот мы про первое, мы уже говорили на первом уроке. Поговорим про второе, ну, насколько это важно. Насколько это важно. Именно день Песах. И именно суббота. Везде, где мы посмотрим в Торе, когда Всевышний говорит про праздники. Он не говорит, это еврейские праздники. А он евреям говорит, вот праздники мои. И вот это слово праздники, это же славянское слово. Что такое праздность, праздновать? Ну, каждый человек поймет это по-своему. Но на еврите имеется идея назначенное время. То есть, как будто любимый назначил своей девушке время для встречи. И в это время он приходит с какими-то подарками. С определенными подарками. Он сам назначил это время. В это время что-то он хочет передать. И он хочет в эти времена как-то проводить особенным образом. Вот это слово праздники. Поэтому говорит, вот особенные даты я вам даю как священникам. Вы их должны всегда сохранить. И если мы увидим, если мы увидим, вообще первая заповедь, это редко кто знает, какая была дана заповедь еврейскому народу. Еще до горы Синай был дан еврейский календарь. И был обозначен праздник Песох. И когда они только вышли из Египта, все вышли и сказали, вот этот месяц у вас будет первым. Этот месяц назвали Ниссан. И 14 числа этого месяца всегда, во все годы, это вечный закон мой для вас, соблюдайте вот этот день. И дал особенное время, как это соблюдать. Мы видим, что в христианской Библии сам Иисус, он соблюдал этот день. Вот если там внимательно человек будет читать, что там происходило, он говорит ученикам. Приближался этот день, эта дата по еврейскому календарю. И он говорит ученикам, идите, там горница есть. И тому хозяину гордицу пусть он приготовит нам все необходимое. Ну, каждый еврей понимает, что там происходило. И когда сказали, он взял хлеб и преломил, конечно, никакого хлеба там быть не могло. Это было маца, вот, потому что ничего дрожжевого там не могло быть. То есть это был праздник Песох. И мы видим, что он все праздники соблюдал. И все ученики его соблюдали. Потом все это переменили, все это изменили. Но мы сейчас немножко наведем в этом порядок. И посмотрим немножко на будущее. Вот если мы забежим в пророчество, там сказано, что все народы будут праздник Суккот праздновать. Более того, что какой народ не придет на этот праздник праздновать, не пришлет свою делегацию, своего президента, скажем так. То в том народе будет засуха, не будет дождя. То есть даже в приказном порядке как-то так будет. Ну, это то, что мы видим в Торе. Что будут народы тоже праздновать этот праздник. Они станут всенародными. Вот сегодня есть другие всенародные праздники. Но со временем это потихонечку поменяется. Чем больше люди будут понимать Божественное, будут понимать Всевышнего, они будут приобщаться к этим праздникам, потому что это для них выгодно и полезно. И таким будет праздник Суккот. То же сказано про субботу. Написано, что из субботы в субботу будет приходить всякая плоть на поклонение Богу. Там есть разные комментарии, о чем написано. То есть люди, вот как закон физики, они открыли. Так же само люди откроют, что такое вот эти вот еврейские праздники, как они их называют, которые Всевышний называет праздниками своими. И мы поговорим немножко вот о идее времени. И рассмотрим время вот как два проявления Божественного замысла. Вот сейчас следите внимательно. Время. Первое проявление Всевышний сказал в первый день, когда Он творил все мироздание. Он сказал, да будет свет. Сказал, да будет свет. И сказал даже, что свет хорош, но мы не видим, чтобы это материализовалось. Это было какое-то духовное наполнение, но в материальном мире не было реализации. Где была реализация в материальном мире? Она проявилась только четвертый день. Потому что в четвертый день Он сказал, да будут светила. Будет солнце, будет луна. И у нас с вами, смотрите внимательно, появляется идея, что есть день, есть неделя, есть год. И начинается какой-то отчет. Пока нет солнца и луны, у нас с вами нет дня. Мы можем день определить как. Солнце встало утро, солнце зашло вечер, день один. Так же? То есть, смотрите, была какая-то задумка. Вот мне нравится выражение, что словом своим Он сотворил небо и землю, а дыханием уст своих все воинство их. То есть, смотрите, что есть. Есть какая-то общая форма, А есть то, что наполняет эту форму. Ну, например, человек говорит что-то, Какие-то красивые фразы, призывает народ там к чему-то. Слова красивые, вот все политики этими пользуются. Да, есть даже ораторское искусство, как надо руки ставить, Как надо смотреть частями на зал. Ну, там есть разные интересные идеи, они правильные. Но это можно использовать как средство манипуляции. А есть то, что внутри у этого человека, в его замысле на самом деле. Он людей мотивирует к чему-то хорошему или манипулирует в пользу себя. То есть, есть внешнее, а есть внутреннее. И точно так же со временем, посмотрите, Есть какой-то день, например, суббота, Например, праздник Песох. Это внешняя идея, есть определенное число, есть это. Есть, как он сказал праздновать этот день. А есть какое-то внутреннее, что наполняет этот день. Ради чего все это, какие силы сюда работают. Что человек может принять, вот как телевизор с антенной. Какое идет передача информации. Что ты включишь в своей семье, что ты включишь в своей душе в этот день. Как ты примешь этот сигнал. И что самое интересное, этот же сигнал посылает Всевышний. Он открыл нам эти времена. Скажите мне, пожалуйста, ну, что изменится, если человек скажет, Нет, нет, мне это не нравится. Человек просто отключит себя от этого сигнала. Сигнал будет идти в любом случае. Его примут те, кто хотят. Те, кто к этому подходит с пониманием божественного. Они примут этот сигнал и будут пользоваться всей той подачей, которая идет сюда. А кто-то скажет, нет, у нас другая религия. У нас так хорошо. Всевышний же дал всем свободу выбора. Дал Тору. Говорит, вот ее изучайте. Вот священники, народ, которые понимают внутренние смыслы. И миру это открыто. Вы можете вместе с ними это изучать и думать, надо вам это или нет. И это не является законом. Но это является возможным к выполнению. Немножко сейчас вот мы с вами наведем порядок. Возьмем, например, вот возьмем две такие даты важные для всех народов. Например, мы возьмем праздник Роша-Шана. Один раз в год такой праздник бывает. Ну, у нас шатер Авраама всегда этот день знает. Мы собираемся и вместе с еврейским народом молимся в этот день. Как написано, что дом мой назовется домом для всех народов. Там, где евреи являются священники. И весь шатер Авраама тоже участвует в этой молитве. Почему? Потому что нам открыто, что день Роша-Шана. Он прописан в Тории. Это день, когда на небе для всего живого определяется приговор. Выписывается бюджет. Все, что будет в материальном мире происходить с человеком, в этот день планируется. Поэтому есть особенная подготовка к этому дню. Наши люди верят во все, что происходит на небесах. Это описано в Торе. Описано мудрецами. И человек приходит в этот день к судье и говорит, Господи, прости меня, где-то не то, где-то не то. И Всевышний говорит, ну, действительно, хоть понимает, что где-то обещает улучшить. На следующий год определим ему что-то хорошее. Кто-то этот день даже и не знает. Без него все решается на небесах. И он живет в темную. Но лучше же жить во светлую. Так же? И когда ты понимаешь, что эти даты дают. У тебя нет такого закона. Тебе никто не приказывал этот день. Но человек, который знает, почему бы это не использовать правильно. Почему бы это не воспользовать во благо. Когда отец семейства приходит перед Богом и просит для всей своей семьи. Просит достаток. Просит мир в доме. Просит его защиты, помощи. Это же, разве это плохо? Что человеку открыт такой день, который сам Всевышний установил, чтобы к нему приходили и просили его решить дела. Но кто-то гордый говорит, нет, это еврейское что-то. Пусть они это и делают. Но на здоровье. Если Тора дана только евреям, так возможно. Но если Тора дана для всем народом, то ты можешь тоже этой мудростью воспользоваться. Так же? Теперь немножко вот шаббат. Почему именно удар такой произошел на Никейском соборе по шаббату? То же самое, если мы вернемся во время творения. То седьмой день назван суббота. И шесть дней Всевышний творил. А на седьмой день он отдыхал от всех трудов своих. Но не работал Всевышний в шаббат. А в воскресенье работал. Что сделали потом? То, что называется наша эра. Поменяли календарь. Поменяли месяца. Все поменяли. День поклонения Богу. Шаббат отменили. Назначили воскресенье. Назначили воскресенье. Теперь немножко углубиться вот в идею. Смотрите. На горе Сина еврейскому народу, хочу сделать акцент, именно еврейскому народу даны были десять заповедей. Ведь десять заповедей не были даны всем народам. Как приказ. Четвертая заповедь говорит, а начинается все это, слушай Израиль. То есть конкретно, это не было обращение к народам. Слушай Израиль, я Господь, Бог твой один. И начинаются передаваться вот эти вот десять речений, как они называются. И четвертое речений, чти день субботний, чтобы не делать тебе никакого дела в этот день. То есть дается конкретный закон еврейскому народу, как народу священникам. И для еврейского народа это является законом, очень важным. И ценой крови всегда это происходило. Если мы историю посмотрим, ну очень почему-то не любили евреев за то, что они старались соблюдать шаббат. Даже вот в годы советской власти есть очень много историй, как люди себе и пальцы там, чтобы не писать. И чтобы соблюдать вот эти еврейские законы, чтить этот шаббат всякими ухищрениями, пытались. Почему? Потому что это был закон еврейский. И есть еврейский закон для евреев. Потому что было сказано Шма Израиль. Теперь смотрите важность. Вот я думал, вот если просто даже по важности, ну передать десять самых важных речений, то неужели настолько важное вот это про шаббат? Там часть заповедей говорится про взаимоотношения Бога и человека. Не поклоняться идолам, например. Это все по отношению человека к Богу. И там про отношение человека к человеку. Не убей, не прелюбодействуй. А чти день субботний. Это по отношению к кому? То есть особенная заповедь по отношению ко времени. Чти день. И дальше сказано, когда он творил творение, что он этот день отделил от других. Отделил и благословил. То есть он благословил само время. И, конечно, любого человека, который это время ценит. Но для еврейского народа вот это ценит. Выражено в определенных законах, как для народа священников. Поэтому, когда-то мне попалась картинка, никогда не забуду, так она мне врезалась. Такие еврейские маленькие девочки зажигают субботние свечи. И там написано, тысячи лет мы хранили субботу, и суббота сохранила нас. Да. Очень интересное. Тысячи лет мы хранили субботу. Потому что это было ценой жизни. Это было ценой человеческого невосприятия, негодования. Но это закон Бога. И сегодня, слава Богу, уже это общепринято. Все народы знают, что такое шаббат. И многие приобщаются к этому празднику. Потому что они имеют на это право. Важно очень понимать, что это, как закон, дано было еврейскому народу. Потому что сегодня спорят, и есть религии разные, называют себя мы субботники, мы там седьмого дня. Ну, по-разному называют. Они как-то понимают, что в субботе есть что-то важное. Но они не знают, как это себе взять. А есть кошерный путь, как это взять себе. Сейчас мы к этому дойдем. Потому что сказано было, слушай, Израиль. И сказано, что да будут слова эти в сердце твоем. И повторяй их детям твоим. И напиши их на косяках дома твоего. И произноси их и дома, идя дорогой, ложась и вставая. А дальше сказано, смотрите, и будет так, если послушаетесь, вот этих слов, всех сказанных, в том числе и про шаббат. И он говорит, и дам я тогда в срок дождь в земле вашей. Что такое в срок? Вот начинает для человека работать система координат. Вот я понял, для чего я в школе ее и учил. Помните? Время и пространство. Есть время, есть пространство. А есть вот тут событие, когда ты в нужное время, в нужном месте. И вот так он говорит, как благословение. Дам я дождь в срок на землю твою. Это очень интересное выражение. Дождь после сева и дождь перед жатвой. Это понимают сельскохозяйственные люди. Что такое дождь, когда он нужен? Не просто когда, чтобы вымыло твой урожай. Так и в бизнесе. Да, ты работал что-то, потом раз, и бандиты, не дай бог, все отобрали. Или бандиты в погонах все отобрали. Или еще что-то, смыл урожай. Или наоборот, все вовремя, перед, после, купил, продал, дебет, кредит. Заработал. И что? И принес домой свой, в дом свой хлеб, вино, масло, траву для скота. И все принес в свой дом. И все в срок. Почему? Потому что он говорит, вы будете правильно относиться ко времени. Да? И время будет тоже правильно относиться к вам. А дальше вообще интересное. Он заканчивается. Это молитва «Шма Исраэль». Чтобы это благословение было на вас и детях ваших, и на стране вашей, так же долго, как долго простерты небеса над землей. Смотрите, что такое долго? Это и есть благословение времени. Потому что иногда человек что-то начинает хорошее. Депрессия, взлет, а потом гу-гух, все закончилось. И депрессия. А есть, когда ты течешь в этом Божьем благословении. И Всевышний дал нам откровение, как течь вот в этом времени. И есть цикл праздников. В год, ну, например, есть семь крупных еврейских праздников. Если в год все эти семь праздников понять, и как-то к ним приобщиться, это уже большая сила. А есть еще и каждую неделю, когда ты подключаешься к этому времени. Но еврейские люди вынуждены, обязаны это делать. Хотя это потом ты понимаешь, что это и есть удовольствие. Когда ты имеешь один такой островок каждую неделю. Когда ты можешь зарядиться какой-то особенной божественной силой, которой нет в никакой другой день. Кто бы это ни придумал, как бы это ни переначали. Но это работает в субботу. И ты можешь зарядиться, и потом все шесть дней, которые тебе надо работать, ты работаешь совершенно с другим настроением. С другой силой, с другим зарядом. Совершенно по-другому. Потому что ты в субботу получил с небес, а потом шесть дней ты это реализуешь. Получил, шесть дней реализуешь. Такая схема. Так оно работает. И это, конечно, отражается как-то на материальной жизни человека, на его душе. Поэтому там сказано, всем своим умом и всем своим сердцем. Это сказывается на все. И на твое настроение, на твои страхи, на твою бодрость. На все сказывается. Когда человек заряженный, когда он понимает, что он имеет это благословение от Всевышнего, то он может его взять. Теперь вот это важный момент, важно понять, что вот то, что мы сейчас говорим, это можно сравнить, вот как я говорил, есть спорт, есть правильное питание. Это не является обязательным законом для народов. Поэтому, когда люди говорят, ну вот, а у нас установили воскресенье, ну хорошо. Есть ли польза от этого? Конечно. Когда люди собираются во имя Бога в воскресенье, то есть им польза. Когда они собираются в понедельник, есть им польза. Когда они собираются во вторник, есть им польза. Всегда есть польза людям в любой день недели. Но шаббат это что-то другое. Это день, установленный Богом. И это работает совсем другая сила и совсем другое значение. И от того, что люди от этого отказались, не отказались, ну, это уже их выбор. Но когда человек понимает, что это такое, есть другой вопрос, и часто люди неправильно тоже к этому относятся, говорят, что народам запрещено праздновать этот день. Так вот тут надо тоже навести порядок, потому что что значит запрещено делать из этого часть своей религии? И сказать, что это Бог нам приказал шаббат соблюдать, это неправда. Потому что было сказано Шма-Исраэль. И как закон это дано было другим народам. Но что сказано другим народам, как рекомендация. Причем это говорил пророк Ишаягу уже в конце, в самом последней своей главе. Вот я вам хочу прочитать. Ну и на это мы как бы будем подходить наш урок к концу. Ишаягу 66.10. Он дает как бы рекомендацию пророк. А мы знаем, что Ишаягу описывал приход Машиаха, да, он пророчествовал аж до последнего времени. И тут он такие слова говорит, «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем». То есть люди, которые понимают, и им не безразлична судьба Божьего народа. Они не злорадствуют, не говорят, вот евреи сами виноваты. Вот они попали же и в Египет. И все время они что-то там. И сегодня посмотрите, что там в Израиле. Возможно, это правда. Но только радоваться этому не надо. И Всевышний этому не радуется. А есть люди, которые понимают божественный замысел. Понимают вечный завет. Что Всевышний говорит, я Бог Аврама, Ицхака, Якова, вот имя мое навеки. И они наоборот, они видят, они сетуют, они молятся за еврейский народ. Они помогают личным евреям, кого они знают. Ведь вокруг нас же живут люди, которые никогда не ходят в синагогу. Но вот у нас очень часто люди приводят еврейских людей в синагогу. И мы всячески пытаемся их приобщить к еврейской общине. Это очень хорошо, это правильно. И он говорит, вот такие люди, которые радуются радостью. А что такое радость и радость? Это праздники. И он говорит, приобщайтесь к этим праздникам. Эти праздники божественные. И дальше он говорит такие слова, чтобы и вам насыщаться и питаться от сосов утешения его. Упиваться и наслаждаться при избытком славы его. Вот я взял специально из греческого перевода то, что пророк Ишаягу пишет. То есть он говорит, насыщаться от сосов. Что это такое? Это как будто ты можешь за сосы молочко у коровки, да? Раз и присосаться. И он говорит, так же самое и другие народы. Те, которые радуются с Израилем, сетуют о нем, небезразличные. Вы можете так же само радоваться в эти дни. И когда человек делает субботу каким-то особенным днем. Вот у нас, например, в Шатри Авраама, многие люди дома вечером в пятницу устраивают трапезу. Женщины зажигают свечи. И тоже спрашивают, а как можно им зажигать свечи? Это же как бы еврейский обряд. Когда еврейские женщины зажигают свечи, они говорят, что Господь, ты заповедал нам зажигать эти свечи. Они и в молитве говорят, что это как твое постановление. Когда все остальные люди зажигают, они говорят, я зажигаю эту свечу в честь твоей Святой Субботы. То есть это хорошее время, когда начинается шаббат, когда начинает вот эта сила приходить сюда на землю. И женщины зажигают свечи от своего имени. И говорят, мы радуемся, мы понимаем, что это Божий праздник. Ты открыл это еврейскому народу. И мы тоже приобщаемся, мы хотим как-то выделить этот день. Хотя бы встретить этот день особенной молитвой, какой-то трапезой. Поговорить о чем-то божественном за столом, гостей пригласить. И он говорит, чтобы и вам насыщаться, отсосовывать от преизбытка божественной славы, то любой может правильно, кошерно к этой силе и к этой радости подключиться. Чего я всем и желаю. Вы можете все это подумать, как это воспроизвести. Я слышал множество-множество отзывов от наших людей, которые уже несколько лет, вот они встречают шаббат. Они не соблюдают еврейские законы при этом. Они просто выделяют этот день как особенный. И они пользуются этой силой. И очень сильно меняется атмосфера в доме. Приходит мир в семью, потому что не зря говорят, шаббат – шалом. Потому что шалом – это мир. Приходит особенная атмосфера. Люди мирятся, дети мирятся. Появляется особенная атмосфера такая в семье. И когда это каждую неделю происходит, то очень быстро это приводит семью в большой порядок. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Я вам желаю применить все эти знания, как вы уже сами там, как вам мудрости хватит. Будьте здоровы.